МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проекту «Сталинские высотки» Иначе, Саш, не назвать Они были заложены, совершенно верно В каждом месте был митинг Заложен камень, допустим Вот здесь будет высотное здание Проект, конечно, мегапроект Сталинской эпохи И вождь тут все правильно рассчитал Что-то пройдет время Он же, не думаешь, до 100 лет-то думал Ну, кто знает, Саш Верил в силу медицины советской Хотя не пользовался ее услугами Потому что он настолько уже разуверился Во врачах-вредителях Они же всех отравили И он сам себе лекарства подбирал Охрану, он же приказывал Он жил на даче Знаменитая дача Белая больница Там дача стоит Я думаю, наверное, все-таки для кого-то ее оставили Правильно, эту дачу Ближняя дача И он выбирал лекарства Да, он им говорил переодеваться в гражданское Вот этим молодым ребятам-охранникам И в сельскую аптеку Идти и покупать там пирамидон какой-нибудь Потому что тогда их Если он придет в форме Там же, понимаете, шпионы в этой аптеке Они же сразу отравить захотят Они поймут для кого лекарства И у него был маразм В определенном смысле Потому что охранник рассказывал Он, говорит, подзовет себе Какого-то парнишка Говорит Вот как долетит ли Пуля вот до этого Дерева, допустим Было там с вышки, например Ну, интересно было Интересно В таком состоянии человек находился И сам себя лечил И сам себя развлекал, что интересно Ну да, одиночество совершенно Ну, представляете, человек в таком состоянии Ни внук тебе не придет У него же и внуки там были уже Светлана, Аллилуйя Абсолютная равнодушия Они внука-то видели два раза Бурдонский замечательный режиссер У тебя, сказали, недавно ушел из жизни Александр Бурдонский Это его внук? Да, это его внук Внук товарища Сталина Все говорили с придыханием Когда люди приходили туда на работу Здесь работает внук товарища Сталина Бурдонский – это фамилия матери его Ну что же, представляете, режиссер Сталин Что это тоже ненужный ажиотаж совершенно И он видел его два раза всего Что он мог запомнить? Вот такая была жизнь Ну, не до внуков было Кругому враги Не до внуков, не до детей Кругому враги И в результате около него Никого не оказалось вообще Он лежал там эти несколько дней Абсолютно без помощи Да все боялись войти, Саша И не было даже внука Который там дочери, понимаете Он ее не пускал к себе И ее не допускали Знали, что ему не до нее Он высотками занимался в это время И с другими вопросами Как собрать в Москве собор Всемирный православный Может быть он думал, что его Патриархом Но у них же не вышло это Потому что не все патриархи захотели Приехать С этой идеей же носились тоже Сделать центр православия в Москве То есть здесь, понимаете Константинопольский этот патриарх Там заортачился Мы потом поняли, что это идея с церковью Что все, она уже выгинывается А не стоит Он отстал от православной церкви До этого он, так сказать Проект всячески преподносил Что вот Но почему-то не захотели Они приезжать сюда Сделать, чтобы здесь был собор Всемирный собор Представляете, это историческое событие Не удалось Не удалось, да, не удалось Хотя идея была, понимаете Идея была в условиях изоляции Вот для чего эти высотки нужны Как будто такие высокие Вот смысл, обратите внимание Как будто из-за железного занавеса Они будут видны Что, смотрите, у нас тут понастроено-то чего У нас свои небоскребы Очень высока была стоимость строительства Даже при условии труда Подневольного Например, дом на Котеннической набережной Строили заключенный Там Василий Аксенов все время Любил демонстрировать в своей квартире Он жил в этой высотке Там написано Строили зэки И он роман написал Москва-кваква Ну, жуткий роман Роман жуткий Даже не знаю вообще Как это можно было Как это читать Можно написать Просто печально И вот понимаешь Когда отдельные литераторы, писатели Они дают себе за рог Не писать уже После какого-то периода Или Вот Селинджер, допустим Он же Там все у него в сейфе лежит Он же вот этот роман Написал замечательный Там еще какие-то вещи На пропасти воружем И замолчал Набоков, например Помните, он запретил Публиковать Тоже у него роман-то еще есть Да, но вот удивительно Что Набоков запретил Публиковать роман Ада Не самый лучший Не самый изящный роман Его, к сожалению, напечатали К сожалению И вот теперь понимаешь Вот таких людей Их ведь не много Таких писателей Которые адекватно оценивают Своё состояние А сколько других И вот, к сожалению Василий Павлович Аксёнович Что-то с ним произошло К сожалению, да В конце жизни Ван Шенкин, кстати Яковлевич говорил, кстати У меня такое ощущение Что у вот этого поколения Которые были моложе его Что у них что-то произошло И на интеллектуальном уровне С ним Потому что они все перестали Что-либо писать То есть, например Ван Шенкин там Фронтовик Он ещё пишет А вот это когорта людей Допустим Аксёнов Ивтушенко Искандер Белохмадулина Вознесенский Ивтушенко Ивтушенко Он писал то Что это было просто Невозможно читать Понимаете К сожалению И вот он Он удивлялся Как же так Что они моложе Раннюю прозу Возможностей Он такой скорее уже Исторический Археологический Интересный Да-да-да Совершенно верно Я в удовольствии Я не знаю Кто считал Если честно Только читать Вот для этого Остров Крым Здесь всё-таки Я бы сказал Это уже по-другому Немного Это может быть Это лучшая Аксёновская вещь Кульминацией Была наверное Его таланта Интересно Он написал Это всё Но потом уже всё Он не прижился Во-первых В Америке Это понятно Потому что Что ему возвращаться Не прижился Уехал в Париж В Биорице Он жил Во Франции Но в итоге Он оказался На Котельнической набережной И когда он приехал туда На своей машине Я видел его не раз Там он ходил В магазин местный У него Значит Случился удар Понимаете Его отвезли в больницу Положили там В коридоре И потеряли Вот это время Время Сколько там Случается Всё И после этого Он уже вязал Стал растением К сожалению Вот так как говорят Цинично Сами эти врачи К сожалению У него уже была Такая особенность У Василия Павловича Он любил стоять на голове И довольно Практиковал это часто И даже в пожилом возрасте В пожилом возрасте Именно Он так держал себя в форме Надо сказать В форме Он к нам часто приходил В редакцию Он был в такой В живой форме Да ему не дашь Он подвижен Но вот это вот Понимаете Вот это смерть У этого дома Приехать В Россию вернуться Поселиться В доме На Котельнической набережной Где столько трудов Этими руками заключенных Понимаете И тут же И рядом Там эта больница 23 Там Медсантруд И соответственно Вот вам конец Печальника Именно здесь Понимаете Когда врачи Не оказали помощь Своевременно Хотя у нас Многим людям Её не оказывают Да к сожалению Что-то в этом Есть такое Понимаете Может быть Не надо было возвращаться Ну он жил полгода в Москве Полгода в Беорице Но здесь его настиг Этот удар Трагический Вот Василий Павлович Один из жильцов Этого дома На Котельнической набережной И до сих пор Это здание Уланова там жила Да Мечта Это мечта Раневская Раневская Твордовский Твордовский Понимаете Это интересно Очень Она пишет в записях Там как встретила его У лифта Что это с вами Александр Трифонович Говорит У меня мама умерла И она тоже стала По-моему Плакать Как-то вот Она написала об этом То есть Увидела его Элита советская Туда стремилась Писали письма Как туда было попасть Нужно было писать письмо Сталину Берии Лично? Конечно Конечно И свои заслуги Обязательно Что ты Кто ты такой Сколько у тебя Сталинских премий Сколько у тебя орденов Саша Неужели Уланова писала Я думаю Что и могла И она писать Потому что Ну вот Ведь как заселялись Эти дома Особенно Жилые Дом на котельниках Такая создавалась Коллекция Вот артисты Известные Ученые Ну политиков там не было Ну военные Там всевозможные Композиторы Например Да вот вам Советская интеллигенция Каждой твари По паре Это очень важный Момент Вот оно все Было представлено Вот это вся наша Культура советская Все вместе У него же была У Сталина еще идея Саша В 30-е годы Где-то наверное 37-й 36-й 35-й год Все люди Должны жить Коммунами Коммунами Вот писатели Писательский дом Ученые Композиторы отдельные Вот все должны Быть на виду Друг у друга Лагерного типа Система лагерных бараков Это страна Большой лагерь Все распространено По баракам Но зато красивые очень Бараки Шикарная квартира Но внутри Не производят Почтение Там обычная Масляная краска Если подниметесь На 15-й этаж На 17-й Это не производит Почтение И маленькие Комнаты маленькие Да Уж двор Так тем более Ничего там нет такого Но тем не менее Снаружи Это поражало многих И заставляло людей Писать и писать И просить Дорогого Иосифа Виссарионовича Или Лаврентия Павловича Предоставить квартиру Не всем дали Но кому-то повезло Очень Но я не думаю Что все-таки Сегодня вроде бы Это должно быть Для людей Символом Успеха Роскоши Достатка Но тем не менее И сегодня Некоторые деятели Нашей современной культуры Если вообще можно так назвать Они туда стремятся Они покупают квартиры За огромные деньги Не будем фамилии называть Один наш медийный персонаж Который не слезает с экрана Самый богатый По данным Форбса Артист России Там живет он Человек такой необычный Дмитрий Нагиев И он там вот обитает Наверное да Действительно Своил большого труда А Дмитрий Нагиев Он шоумен Шоумен Ну вот в общем Вот недавно Владимир Меньшов выступал Очень высоко оценил Его роль В картине Самый лучший день Он там играет Работника ГАИ Необычное кино Но вот Владимир Меньшов Большой мастер Он говорит Что это удивительно Мне очень понравилось И что в нем Наверное Большой актер Живет В Дмитрии Нагиеве Но нет режиссера Который может раскрыть Талант его Все таки актерам Очень согласитесь Трудно Ведь всегда должен быть Режиссер Ну конечно И какая зависимость От режиссера Но тем не менее Вот тоже Вилли Токарев Живет Понимаете какие имена Сегодня для многих Это первый ряд Фактически Хотя и вовремя Уже ушло Но тем не менее Тоже большой труженик Вот такие труженики Там и жили Но есть одна история Когда совершенно простой человек Попал вот в такую высоту Как же это ему удалось Абсолютно рядовой гражданин Простой советский Живет в коммуналке С тещей С тестем С братом сестры Там и с этой самой Золовкой С детьми С сестрами По 10 человек Там люди жили На одной помнате Все они там живут И дети рождаются И старшее поколение Очень любит говорить Говорит Что мы и жили В таких условиях У нас и дети рождаются И рождаемость была А вы вот сейчас Вот живете В каждой своей квартире Ну вот что Что И дети не рождаются Поэтому Ну не знаю И вот В 1953 году Умер Сталин И жена вот этому Человеку говорит Давай пиши письмо Маленкову Глава правительства Новый глава правительства Товарищ Маленков Пиши письмо И люди говорят Давай пиши Пиши Первые письма дойдут Дойдут Потому что Первые письма дойдут И что же вы думаете Дошло его письмо До товарища Маленкова Да И дали ему квартиру В этом доме Он работал на радио и на вещание такой человек. Ну, всё-таки не совсем простой человек. Ну, как бы жил в коммуналке. То есть не было никаких перспектов. Вот обычный диктор, который там по французской редакции там вещает. И потом он эмигрировал уже. Когда в Америку в 70-е годы, уже там было трудно доказать, что он получил квартиру в этом доме по письму какому-то там. Не понимали. Это не может быть, говорили ему, вы живёте в доме, там Вознесенский жил в то время. Как это вообще возможно? Да, вот так я написал письмо. В Америке вообще такого быть не может, что напиши письмо президенту, тебе квартира дадут. Понимаете? Даже в голову вообще-то не придёт. А там вот он объяснял, объяснял, его вызывали, вызывали. Мы в конце концов от него отстали. Но вот такие истории сказочные. Существы были. Да, были, были. Простые люди. Ну, действительно, и, например, могла учительница затесаться туда простая. То есть товарищ Сталин, он списки просматривал сам. Лично, да? Важно, да. И он мог вычеркнуть и сказать, что там много здесь артистов. А ну-ка, вот давайте-ка мне, кто вас нуждает? Простой труженик. Вот учительница у нас такая. Бауреат. Ветеран труда. Ветеран труда. Нет, простая учительница московской школы. Такой вот простой человек. А вот мы ей дадим ещё квартиру. Потому что все советские люди должны... Жить хорошо. Жить, стремиться к этому. Такие случаи бывали. Но вы понимаете, сколько таких домов должно быть, чтобы товарищ Сталин всем учительницам дал там квартиру. Кварпата поначалу была очень высокой. Потому что это же понятно, стоимость какова. И решили её снизить для этих граждан. Причём артист там, который лауреат Сталинской премии многократный. Даже они не могли оплачивать. Так дорого, да? Да, дорого. Потому что, естественно, натуральный камень там применялся. Вообще, это высотное строительство, оно все силы... Потратило. Да. Я думаю, подточило. Саш, ну там же огромные эти подъезды, все в мраморе. Ну вот это внутри. Когда человек заходит на первый этаж, там дома на Котельнической набережной, у него должно создаться просто впечатление. Ах! Дворец. Какая красота. А квартирки маленькие. Да, это главная проблема. Видимо, повлияла форма дома. Что вот там, например, квартира 80 метров, а 40 метров жилой всего площадь. 50-40. Ну, остальное всё библиотека, холл. Ну, не будешь же в холле-то жить. Да. Для собаки там, наверное, комната, для библиотеки и тому подобное. Но интересно, интересно, и это стало символом успеха. Вспомните советские фильмы. Ну, Покровский хворот, там этот дом на Котельнической набережной, это Костик, помните? Совершенно в провинции мальчик приезжает, в МГУ учится. И, в конце концов, хэппи-энд. Они все разъезжаются. Это вообще неизвестно, куда Сава Игнатьевич едет с Маргаритой Хоботовой, в Черёмушке. В Черёмушке, наверное. Ну, узнает, куда. Как он сказал, я с утра встал, сразу за дрель. Это естественно, потому что строили так, что там всё было видно даже. И слышно. Всё на улице происходит. А Костик сразу дом на Котельнической набережной. То есть вот в этом суть. Это показатели советской драматургии, да? Это же Зорин написал. А Москва слезам не верит, когда девушки мечтают, и они, наконец, в профессорской этой квартире начинаются одна из дичайших авантюр женской судьбы. Для них, особенно героиня Ирины Муравьёвой, которая блестяще сыграна, это символ успеха. Всё, вот как можно, говорит, такой шанс упустить. Любой ценой. Не важно, кто ты и что ты, но ты в этой квартире. И всё. И они тоже, их ухажёры, вот этот Рудольф-то этот, да? Он тоже видит, что надо же, квартира, ему тоже наплевать, в общем-то, что там за женщину. Главное, квартирка. Квартирка, да. И как вот там Ханаева играет его. Маму. Маму, да. Она же говорит, что мы пожили, и вы поживёте, когда она приходит потом в общежитие. Вот это странное, понимаете, странный посыл, который молодёжь уже тогда не понимала. Почему мы-то должны тоже, как вы, жить? То есть вот поживите, как я, она говорит, в коммуналке 30 лет. Потом вы будете иметь право на отдельную квартиру. Но они хотят по-другому, они сразу хотят, их можно понять. Понять, и каждый хочет. А почему, собственно, нет? Почему она должна 30 лет жить там в пятером-то, в одной комнате? Как вы ей объясните, ради каких совершений? Ради строительства высотных зданий, чтобы 28 высоток было построено в Москве? Кому это всё надо? Тем более, жить там не придётся. Не придётся. И вот эти высотки стали строиться. Значит, две из них, по крайней мере, вот МГУ и на Котельниках строились заключёнными, которых туда привозили. А поначалу ведь как было? Лагеря сделали, вот, например, в Черёмушках был лагерь, там, в Кунцево, там, в Карачарово. Но стало понятно, что это накладно возить их каждое утро. Кстати, вот многие москвичи, наверное, знают, что в таких районах, не очень далёких от центра, существуют какие-то железнодорожные ветки. Вот она, эта железнодорога идёт неизвестно куда, раз в год по ней проходит тепловоз, но её не убирают почему-то. Это большие проблемы создаёт. Переезды у нас ещё сохранились. Вот от того времени всё осталось. Когда нужно было, например, из того же Карачарова, который на Рязанском проспетке находится, заключённых привезти в университет. То есть, их сажали на эту дорогу и их везли вот в вагоне туда. А потом уже сократили эту транспортную доставку и уже непосредственно организовали лагеря там на 20-м, на 10-м этаже университета. Они там жили. Да, да, чтобы быстрее, никак закончить не могли. Долго строили, Саша, долго. И уже перекинули. Такой был генерал Комаровский, очень его Сталин любил. Он с ним познакомился на строительстве канала Москва-Волга. До войны ещё. Он ему доложил обстановку, всё очень внятно, конкретно. И он сказал, таких людей беречь надо. И берегли его всю жизнь. Миновали его репрессии. Всё, он был, знаете, кем он работал до конца своих дней? Заместитель министра обороны по строительству. Генерал армии был, таких не было строителей. Герой социалистического труда, лауреат всех премий. Но беречь надо таких людей. Таких беречь. Сейчас медаль у Министерства обороны в честь него учредило. Нынешнее Министерство обороны. Да. Он был заместителем начальника ГУЛАГа по строительству. Вот его должность была при Сталине. Что он строил? Маяк-комбинат. Вот этот вот, урановый. Потом ему Сталин поручил построить заводы там, в Челябинской области. А туда отправили немцев советских. И очень большой был мор среди них. И до сих пор его фамилия, она в страх просто немцев. Но немцы. Потому что они хорошо его знают. Общество мемориал Комаровского. Там столько людей поумирало. Но завод сдали вовремя. И вот он всю жизнь вот так строил, строил атомно-электростанцию в Обнинске. И Сталин понимает, что все, МГУ не достроить. Надо срочно вызывать Комаровского. Срочно прекратить все работы на строительстве электростанции атомной. Представляете, какая срочность? И быстро в Москву. И он означает начальником управления Дворца Советов. Так оно называлось. То есть Дворец Советов не был построен. А в управлении было? Да, было. И он начал очень эффективно своими методами. А вот интересно, какие методы? Ну вот надо сказать, что, конечно, уже не прошло вот это, когда людей там в жуткие условия ставили. Ну ничего уже. Даже угроза расстрела, если ты норму не выполнишь. Что они только не делали. Ну, например, пообещали за честь при ударной работе один день за два заключенных. То есть вот выйдешь раньше на свободу. На свободу с чистой совестью. Как там этот лозунг-то? Запомни сам, скажи другому. Ударный труд, дорога к дому. Разрешили вместе работать женщинам, заключенным и мужчинам. Это тоже, так сказать. И все время стимулировали уже моральным образом. Там усиленное питание. Так. И действительно, после строительства выпустили людей. Ну кто это? Это были плиточники, там отделочники, штукатуры. То есть речь не шла, что уже заключенных, кого попало на это строительство. Нет, надо именно искать тех, кто сидит. Вот их туда надо. И себя это оправдало, но уже Сталин умирает и открывает МГУ 1 сентября 1953 года. Торжественно очень все происходит, но хотели присвоить университеты ими Сталина, но, я думаю, просто уже понятно было. Что? Неактуально совершенно. А последняя высотка, это высотка гостиницы «Украина». Ее построили в 1957 году к фестивалю молодежи и студентов. Вот смотрите, как долго строилось. Десять лет. Десять лет. А я думаю, от того она последняя, что после смерти вождя начался процесс реабилитации людей, их стали выпускать из лагерей, всех этих штукатуров, отделочников. Вот здесь все и забуксовало. И тогда... Ну, кроме того же, проект Сталина уже был неактуален. Конечно. Самое имя уже не вызывало. Уже понятно. Уже Хрущев сказал, что же вы архитекторам сказали. Что вы делали тут? Вы зачем это все построили? Вы что, не знали, что советским людям нужно жилье, нужно экономичное? А вы чего тут? Понастроили. Расправились, в общем, с архитектором. Вот архитектор Поляков, замечательный мастер. Он автор «Арбаска» на Ленинградской школе такой. Интересный очень, зодчий. Вот его выбрали жертвой на заклане. И у него отобрали Сталинскую премию, квартиру отобрали. И он долго не прожил. Он был лауреатом Сталинской премии за проект гостиницы Ленинградской. Самая дорогая гостиница, наверное, в мире была. Потому что там 20 тысяч стоил один квадратный метр. Там же, кто в гостинице-то был, прекрасно представляете. Там одни эти самые тигры, эти черные, эти львы, чего стоят. Львы из какого-то камня. Да, да, шокшинский кварцит. Очень редкие материалы. Потом эта люстра красивейшая. Паникодил ее по Хрущеву назвал. Вот он приехал, посмотрел. Искал все, ребята. Да, и все, поняли, что кого-то мы должны, как в том известном фильме. Кого-то мы должны. И они его, и его друзья, коллеги стали пинать всячески Полякова. Это понятно. Тяжелая очень судьба, неприятная. И все повторяется. А Чучулинку даже делся. А он очень хорошую карьеру себе сделал. Он так и остался великим советским архитектом, герой соцтруда. Он-то как раз где надо. Чучулин, Пасохин. Это молодое поколение, кстати говоря. Вот они молодые такие высотники. Тем, кто помоложе, дали, кстати, Сталинскую премию второй степени. А постарше первую. А вот Чусев предложил свой проект. Ему Сталину не понравился проект. Он Украину проектировал. Бородинон тогда назывался. В общем-то, я не думаю, что многое изменилось при Хрущеве. Тоже решение одного человека. Затравить, наказать, отобрать. То есть совершенно наплевать на людей. Они-то не виноваты были архитекты. Их вообще ходили посадить. Дело возбудить. И Микоян, так сказать, ступился, сказал, как же мы их посадим, ведь мы же им давали указания строить. Партия же давала указания. Ходит знаменитые постановления в 54-м году об излишествах строительства, где все пишется. Там в Москве очень много уделено места. Дом на улице Чкалова, там есть такой знаменитый на земляном валу дом. Он был предъявлен как образец просто излишества непозволительного по сегодняшнему временам. Красивый дом, там внутренний двор роскошный, там жилья деятели культуры, все возможное тоже. И вот обо всем об этом говорится, что архитекторы вместо того, чтобы строить жилье для народа, занимались излишествами, украшательствами, что привело к неправоверному расходованию государственных средств. То есть они и виноваты. Надо и наказывать. Саш, прервемся на этой, в общем, такой печальной ноте. Мы говорим о высотках московских. 70 лет исполняется в этом году проекту «Высотное здание Москвы», назовем его так. В гостях у нас Александр Васькин, писатель, историк Москвы, Ирина Кленская. Оставайтесь с нами, и мы продолжим говорить. Нас ждут еще несколько историй.